Под звуки фанфар и салюты из разноцветных конфетти в Ульяновске открыли первый международный фестиваль искусств «Аркадия». Гостей, зрителей и участников сасены поприветствовал министр искусства и культурной политики региона Евгения Сидорова и глава города Александр Балдакин. На сцену первым вышел Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением Эдуарда Дедюры. Основной фестивальной площадкой выбран краснознаменный переулок, территория бывшего Суворовского училища. Фестиваль посвящен 130-летию нашего именитого земляка-художника Аркадия Пластова. Мероприятие будет проходить до 3 сентября. К событию приурочили проведение 13-й Международной ассамблеи художников «Пластовская осень». Организатором фестиваля искусств является Ульяновский областной художественный музей. Фестиваль проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». У нас есть концепция этого фестиваля. Аркадия – это такая страна идиллического счастья для деятелей культуры. Это страна мечты. Она пришла к нам из Древней Греции. Мы хотим, чтобы Ульяновск стал райским местечком для всех деятелей культуры, для всех творцов, художников, музыкантов, артистов. И, конечно, вот этот фестиваль искусств, он соединяет в себе абсолютно разные направления, образовательную программу. Фестиваль масштабный. Программа очень насыщенная. На 20 площадках ульяновской прислонихи пройдет порядка 80 событий различного формата. На открытии фестиваля выступил фольклорный ансамбль «Норовские пивуни» из Цельнинского района – жемчужина аутентичного фольклора Ульяновской области. Фольклорный ансамбль был создан в 2009 году Ниной Николаевной Баутиной. Когда я работала в РДК, работала много лет, конечно, но потом пришлось уходить на пенсию. Ну, не хочется сидеть просто дома. Ну, вот и подумала. Я говорю, ну зачем? Училась все-таки же по музыкальной части. Ну, это самое. Хочется мне петь, продолжать. Ну, и давай набирать. Знаешь, что сначала я мывши-то из нагадки не села. Ну, своими вроде познакомилась. Вроде то хотят, то не хотят. А потом я девчонки с милыми познакомилась. В репертуаре пивуни и старинные народные песни, которые передавались из уст в устав семьи Лазаревых из села Норовка Цельнинского района. Первоначальный коллектив в основном состоял из родных сестер в девичестве Лазаревых. Теперь трое из них ушли на заслуженный отдых. Ему же больше 80 лет. Из Лазаревской семьи остались только две пивуни. Нина Михайловна Пегалова и ее племянница Татьяна Михайловна Никитина. К ним присоединились другие участницы. У нас Лазаревская семья, все пивучие были. У нас было пять сестер. Их пять сестер. И я у них одна племянница. С ними пели вот мы. 12 лет мы пели. Маленький коллектив наш Лазаревский разбился. Мы теперь еще новый набрали коллектив. Специально для Олл Правда ТВ Норовские пивони исполнили старинную песню. У бабушки, у бабушки, у бабушки, у Варварушки, у бабушки, у Варварушки. Случилось, 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 обер-беседушка, случилось, обер-беседушка. Продолжили выступление первого дня фестиваля группы «Сэтлерс» из Санкт-Петербурга, исполнившие авангардный фолк. И творческое объединение «Место движения» исполнил пластический спектакль «Впечатление. Восход солнца». Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.